Работа не прекращалась. С начала этого года наняли на работу 3000 человек. Это, конечно, большая армия. Я считаю нашу корпоративную культуру такой, которая может позволить человеку развиваться во всех направлениях. Очень много делаем для этого. Здесь я рисков не вижу. Думаю, что мы эти 3000 человек вольем в свою корпоративную культуру постепенно. Потому что сейчас сразу это очень тяжело. Еще я хотела бы буквально два слова сказать про компанию. Сегодняшний возраст средней компании 38 лет. То есть можете себе представить, какая у нас молодежь активная. Сколько? Более 40% молодых людей до 35 лет. Поэтому основное направление сейчас и в корпоративной культуре, и вообще ставку делаем на молодежь. И у нас даже на брифе есть отдельный совершенно молодежный день. Вы как министр по молодежной политике, как себе видите результаты этого дня? Мы же не только про то, чтобы поговорить, но чтобы у нас был какой-то результат на выходе. Мы вместе с Иркутской нефтяной компанией после форума Байкал плавно перетекли в организацию брифа совместной. Как раз к молодежному дню они привлекли нас. И мы привлекли в том числе муниципальное образование, чтобы были конкретные продукты для молодежи севера. Чтобы были конкретные продукты для работающей молодежи. Мы сейчас определились, что будут ключевые проекты разработаны в рамках молодежного дня, которые мы возьмем на поддержку. И возможно дальше сопроводим на гранты, если ребята будут к этому готовы. Это будет здорово, потому что очень важно, чтобы и видели механизмы, которые реально работают. По грантам, наверное, это вообще отдельная история. Практически все крупные компании сейчас у нас в Иркутске, в Иркутской области запускают грантовую систему. И наверняка плотное сотрудничество с фондом президентских грантов идет. Может быть у нас будет отдельное мероприятие по грантам? Как вы к этому относитесь? Мы проводим серию мероприятий сейчас, но лично мне кажется, по моим ощущениям, что этого недостаточно и надо еще. У нас проводится традиционная школа социальное проектирование. Также мы проводим для любителей делать все в последний момент. Ночь проектов называется у нас мероприятие. И также у нас есть мероприятие в этом году новое. Попробовали грант батл, где ребята выходят на питчинги и доказывают эффективность своей идеи. Тоже очень классно для того, чтобы ребята смогли аргументированно подойти к этому вопросу. Часто слышу такие советы предпринимателям. Сейчас время возможностей, сейчас нужно что-то делать. Вот три совета. А что нужно делать? Ну, советы давать неблагодарное дело, тем более так. Рекомендации. Да. Рекомендации, конечно, нужно очень осознанно смотреть на свою ближайшую стратегию. Может быть, тактическую и может быть, стратегическую. Осознанно, потому что сейчас, с одной стороны, действительно очень много возможностей, с другой стороны, очень много рисков, о которых мы будем говорить в эти дни на форуме. Поэтому нужно всегда иметь сбалансированную картину мира для себя прежде всего. Для чего это нужно? Для того, чтобы как раз строить следующие шаги, в каком направлении развивать свой бизнес. И это тоже очень важно, потому что в новых условиях, в которых мы все оказались, на самом деле есть очень большая сейчас помощь со стороны государства. По разным направлениям есть определенный пакет федеральных программ поддержки. Это нужно использовать точно. Есть меры поддержки со стороны субъектов федерации, есть меры поддержки со стороны в реализации отдельных проектов, в том числе со стороны банков. Поэтому нужно осознанно, взвешенно выбирать свой путь. И, наверное, как раз мы, как банки и не только банки, поможем этому предпринимателю, наверное, подсказать следующие шаги для того, чтобы максимально развить свой бизнес. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!